Великолепную команду КВН Великолепную команду КВН Пускай сейчас в Калуге все проснутся. Ещё раз. Добрый вечер! Слушайте, как замечательный сегодня. Так здорово. Такие улыбающиеся лица. Прямо красиво. А жихули, это шо у тебя такое? Смоленская мохито. Это чё, ром и мята? Фиг там водяра и укроп. А, это у вас здорово. Здорово. Вы вообще как здесь очутились? А, ну мы сюда с Жигулём на маршрутке приехали. Я вам скажу, жесть полная. Меня последний раз так присылали, когда я начальнику Смоленского ОМОН и леща отвесил. А вы чё припёрлись? Ну вот, приехали на форум матовщиков. Будем сейчас здесь выступать, КВН показывать. И про шо тут шутить собрались? Ну как, про Смоленск, родной. Про Смолян. Да, а чё не про Сергея Новикова? Ну просто такой человек. Его здесь все знают, уважают. Как-то не очень удобно. Сцити? Ага. Слушайте, а я смотрю, вы здесь совсем оборзели. Оборзели те люди, которые по три человека в палатку сегодня селили. А мы сюда приехали не с пустыми руками. Жигуль. Мы бы хотели сегодня с Жигулем подарить Сергею Новикову вот это автомобильное зеркало заднего вида. Ну судя по тому бабулу, который он сюда вкатил, нам кажется, у него именно такой автомобиль. Вообще-то мне кажется, что это не подарок, а какой-то кидалово. Кидалово в вай-фай включить, а интернета нету. И вообще мы к выступлению подготовились. Жигуль, давай. Ну здравствуй, самый лучший в мире форум кондитеров. Жигуль, ты же сказал, что ты подготовился. Ну я выпил немного. А, ну давайте тогда что, позитивненько. Вот, вот, если пара парит, дождь по крыше, если будет солнце выше-выше, значит станет мы чуть ближе. И снова скажем мы все вместе. Привет, друзья! Ну что ж, друзья, приготовьте. Проходите, красавица, чуть поближе, это будет только приветствоваться. Вы знаете, самые лучшие миниатюры в подарок для вас. Для начала представьте. Полицейские новички. На, мил, обводи. А чё я? Ты завалил, ты обводи. Друзья, я думаю, все со мной согласятся, что правильно вести себя за столом в гостях всегда очень важно. Итак, смотрим случай за столом в гостях. Анекдот. Коля, сядь. Отвали. Поймал как-то царь русского поляка и немца. И говорит, принес. Коля, сядь. Откнись. Принесите мне каждый по любимому цветку. Русский принес ромашку. Всё, хватит. Лысый, отдай свой баян. Да какой баян? Успокойся. Я наливки хапну. Какой наливки? Всё хватит. Фигня, а не поминки. Ну и куда в нашей жизни сейчас без сотовых телефонов? Давайте перенесёмся в ателье по ремонту сотовой аппаратуры. О, обед. Домой. Здрасте. Здрасте. А у меня телефон не звонит. Не звонит. А, это я что-то не так делаю. А прямо сейчас, как и обещали, мы немного вам расскажем про нашу смоленскую молодёжь. Итак, представьте, пятница, три часа ночи, парень возвращается из клуба вместе с девушкой домой. Давай, 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 закатай, закатай. Ух, какая-то офигенная. Давай, всё, сымай. Педали, куртку. Всё, сымай. Сынок. Сынок, так, иди в мою комнату, раздевайся, я сейчас приду. Сынок. А, да, мам? К нам дедушка в гости приехал, мы его у тебя постелили. И-ха! Гороскоп на МТВ. Все сдохнут. А в 12 часов ночи возле ночного клуба можно увидеть и такую ситуацию. Блин, как так можно, я не понимаю, Максим, а? Мы вроде пили же вместе, а? Я ж по полрюбочки наливал, можно сказать, по линеечке. Мы ж с тобой только полфлянчика положили. Как так можно, Максим? Бать, пошли домой, мне в школу рано вставать. А именно так проходит урок в школе, которая находится где-то в криминальном районе. Подошел, пёс! Подошел сюда, подошел. Есть семена подсолнечника? Нет, нет, нет. Мелочь есть? Нет. Бубнила есть? Нет. Все, Махач, понял, Махач, ты и я, раз на раз, за гаражами, в 6 часов, понял? Да, да. Записываем тему урока. Равнопетренный треугольник. А теперь давайте немного поговорим о спорте. Представьте, штрафной удар футболисты в стенке. Неудачник, а что, как можно, блядь? А что, два мяча? Это тренировка. Ага. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Морррр, я твоя пушистая кошечка, я твоя похотливая лань, я ужар... Александр Гохов, вы на обед идёте? А, у вас планёрка, извините. Согласитесь, в последнее время на различные торжества стало очень модно заказывать большие и дорогие автомобили. Итак, представьте, ситуация в лимузине. Смотри, майского жука словил! Я, конечно, понимаю, что Александр Гохов первый раз в лимузине едет. Но хотя бы ширинку бы застегнул. А недавно в нашем родном городе, в Смоленске, прошла неделя высокой моды. Блин, я, походу, заблудилась. А следующая ситуация могла произойти в самой обычной российской семье. Где же он ходит, а? Пойдём, 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 пойдём. Пап, познакомься, это Лёша, он будет жить со мной. Сашка, ты, 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 ты чё, гей, что ли? Бать, бать, ты чё говоришь такое? Ты дома чё ты говоришь? Ты сначала думай, потом говори. Лёха гей, я нет. Вот вы знаете, пока у нас с вами здесь проходит такой замечательный концерт, давайте представим, что происходит неподалёку отсюда, в деревне Чёрная Грязь. Э, атомщик! Да, стоять! Слышь? Атомщик, а атомщик! Атомщик, а ты куда нашу корову дел, а? А? Я не пал короте! Не стесняйся, продолжайте аплодировать, ребята, приятно. Продолжаем знакомить вас с нашей смоленской молодёжью. Очередная зарисовка, представьте. Три часа ночи парень приводит девушку домой. Сынок! Прямо сейчас давайте вспомним своё детство. Вы знаете, у каждого, наверное, во дворе были свои герои. Давайте заглянем в самый обычный провинциальный дворик. Ну вот, прикинь, ты жива, Гудрон. Да ты что? Прикинь, тихо, тихо, пацаны, смотрите. Это же Серёга, король петард, идёт. Серёга, здорово! Здорово! Слышь, Серёга, а правда, что вы сколько и бомбу рванули? А? Я говорю, бомбу рванули, правда? Да, 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 да. Слушай, слушай, а сильно рвануло, а? Сильно. Сильно. Слушай, слушай, а Колька чё делал? Поджигал, поджигал, поджигал. Слушай, а Колька где? Везде. А теперь давайте немного поговорим о телевидении и вспомним любимую многими программу «Кто хочет стать миллионером?» Ну что ж, я напоминаю, что у нас в студии Максим, я Дмитрий Дебров, и у нас сейчас вопрос на 5 миллионов рублей. Кому будем звонить, Максим? Мы будем звонить моему другу Михаилу. Хорошо, подсказка, звонок другу, звоним другу Михаилу. Он сейчас на форуме, наверное, да? Ну, он обязательно возьмёт. Слушай, может, ещё кому-то позвонить? Нет, 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 это лучший друг, поверьте. Я понял. Алло! Алло, здравствуйте, это Дмитрий Дебров, программа «Кто хочет стать миллионером?» У нас в студии ваш друг Максим, у вас есть ровно 30 секунд, чтобы ему помочь. Время. Алло, Миш, привет. В каком году произошёл раздел Речи Посполитой? В 1771, 1772, 1773 или 1774? Что? В каком году произошёл раздел Речи Посполитой? В 1771, 1772, 1773 или 1774? А кто это, а? Это Макс, когда разделили Польшу в 1771, 1772, 1773 или 1774? Ну? Слушай, Макс, из какого номера звонишь? Да пошёл ты, а! А сейчас представьте самый обычный рабочий день в Смоленском отделении милиции. Здрасте! Здрасте! Что хотели? А есть наркота? Вообще-то это милиция. Я поэтому к вам и пришёл. Есть какой-нибудь конфискат? У нас нет конфиската. Как нет? Вы вообще работаете или нет? Знаешь, мы за такое и посадить можем. Посадить я и сам могу. Мне бы семян. Ого дарьёт. Михалыч! Сюда иди, смотри, какого мы кренделя поймали. Хочешь, чтоб мы ему наркотики продали? Ну продай ты ему, что ты меня-то будешь. А теперь предлагаю немного поговорить об отдыхе. Представьте, самый обычный пятничный вечер, ситуация в кинотеатре. Извините, но прости. А прямо сейчас давайте посмотрим одну очень малоизвестную, смоленскую ночную рекламу. Ты одинокий гусар, за окном всё цветёт, а ты чахнешь. Позвони мне на мобильный, а то его найти не могу. Ненадолго заглянем в столицу. Итак, представьте, рота почётного караула у входа в мавзолей. Петрох, а ты сам откуда? Я из Бреста, а ты? А я из Волгограда. Золи бы туристы, это мавзолеум. Это известная мавзолей в Руссии. И теперь мы продолжаем. Лето, пора любви и романтических свиданий. Представьте, парень провожает девушку прямо до подъезда. Вот, мы идём с ним такие, я смотрю, что он не наш, не атомчик. Как и ляснул, ему даже разговаривать не стал. Вот такой, вот это. Понятно, Максим, ну вот мой подъезд, мы пришли. Прикольненько. Ладно, я домой. Подожди, ну ты, если хочешь, можешь остаться у меня. Подожди, а тебе 18 есть? Да давно уже. У тебя родители дома? Да нет, я одна живу. В чём подвох? Да нет никакого подвоха, пойдём. Пойдём. Только ничего не будет. Друзья, вы знаете, сейчас миниатюра специально в подарок для вас. Вот мы с вами из Смоленска, у нас в Смоленской области есть Десногорская атомная электростанция. Так вот, представьте, раннее утро возле атомной электростанции, возле водохранилища. Закрыть завод! Закрыть завод! Вы нагрязняете окружающую атмосферу! Понимаете, вы тут жить больше не можем! Да вы посмотрите, какого цвета в воде! Василич, ты чё тут делаешь? Фёдорович, да ты глянь, как караси разговорились! Давай, Рыба, кидай предъяву! Списание для первого ряда посвящается следующая миниатюра. Ну, вы аплодируете, им приятно. Как я, да? Сейчас лучше даже вам туда перевернуться, посмотреть на них. Друзья, вы знаете, в последнее время стало очень модным отмечать вместе крупные праздники на корпоративах в рабочем коллективе. Но на каждом корпоративе наступает такой момент, когда самый обычный, заурядный сотрудник осмеливается подойти к своему начальнику. Вот оно! Вот как надо к мандарин по штанине перекатывать! Шнайдер-электрика отдыхать не умеет! О, Филиппыч! Можно просто, Филиппыч? Понимаешь, Филиппыч, ты вот как директор, ты, конечно, молодец! Ты такой правильный, такой умный, гарамотный! Ну, а как человек, ты гнида! Понимаешь? Ну, вот шо ты как упырь из людей кровь пьёшь? Опоздал человек на пять минут, а ты пьёшь и пьёшь, пьёшь и пьёшь! На рейндж-ровер себе уже напил! А знаешь, почему ты гнида вдвойне? Потому что я об этом разговоре завтра забуду, а ты нет! Только у нас в Смоленске могла произойти следующая ситуация! Представьте, обычное кафе где-то на окраине Смоленска! Дорогая, я специально пригласил тебя в это тихое и уютное место... Сейчас борща рубанем, а то прямо как... Желудки! Чисто, чисто! Чтобы сказать самые главные слова! А? Тихо, тихо, тихо! Какие слова? Я люблю тебя! А-а-а-а! Ты самый дорогой человек для меня на Земле! И поэтому я хочу спросить. Ты выйдешь за меня? Конечно. Мужик, я же говорил, я нутром чую, где на халяву наливать буду. Молодец. Вот сейчас лето, кто-то приезжает в Скалужскую область, но очень много россиян сейчас ездят отдыхать в Египет. И, конечно, русских туристов всегда можно отличить от всех других туристов. Итак, представьте, экскурсия в Египте. Осторожненько. Осторожненько. Аккуратненько. Тихонечко. Маленькими шажочками. Потихонечку. Стопули. Молодцы. Разворачиваемся. Молодцы. Посмотрели налево. Умница. Лафрава. Ментов нет писем. А, да. А это всем известные египетские пирамиды. Миниатюра специально для нашего звукооператора. Очень скоро может произойти такая ситуация где-то на Смоленской свадьбе. Ты чё устроил, а? Ты чё устроил? Я тебя первый и последний раз под женишником на свою свадьбу позвал. Чё ты к тёще драться поле? Горько, 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 горько. Так, всё, давай, успокойся, меня уже зовут, давай. Раз, два, три, четыре. Друзья, а сейчас миниатюра посвящается для всех студентов. Вы знаете, самое страшное, что есть в жизни студента, наверное, это сессия. Но мы, смоляне, считаем, что есть вещи гораздо страшнее. Это самая обычная студенческая столовая. Подходим, пацаны, студенческая погрызли гранит науке, погрызи им макароны. Извините, женщина, это гуляш? Это муляш, вот гуляш. А салат сегодняшний? Я тебе больше скажу, он ещё и завтреш. Нет, спасибо. Трус, кто не рискует, тот не пьёт фистал. Скажите, тётенька, а чего у вас курица вся в наколках? А она тут третий срок мотает. Какой срок? Срок годности, её тут даже свиная рулька боится. Слышь, мамаша, пробейте-ка мне грудку. Слышь, прыща, вытаща личика пробью. Подходим и распродажа хапчика коллекция весна-лето 2010. Десять. Женщина, а можешь тебе что-нибудь посоветовать? С крыши спрыгни, не мучай себя. Да не, в плане покушать там что-нибудь, ну? А, ну возьми колбасу печёночную, я сама ем. А чё она вся надкусанная? Ты дебил. Я же тебе говорю, сама ем. Скажите, женщина, а есть у вас пирожки с картошкой? Возьми с капустой, тебе нужнее. А сколько чебуреки стоят? 800 рублей. Чё так дорого? А я когда тесто месил, в эту коронку золотую уронила. Иван Сергеевич? Да? А чё вы тут делаете? А что такое? Вы же нас вчера оливье брали. Так и чё не себе. О, ну слава богу, а то я думаю, как-то институт и без директора. Дорогие друзья, вот вы знаете, в нашей команде есть такие два персонажа, Череп и Жигуль. И вот совсем недавно, попав в соседнюю деревню Черная грязь, Череп и Жигуль наконец-таки узнали, что такое настоящая мужская драка. Да, Жигуль, ты, конечно, дерёшься, как зверь. Как тигр. Как скунс. Нафига ты вообще к этим атомщикам драться полез? Ну чё я хотел кроссовки по-лёгкому срубить? Красовки 48-го размера по-лёгкому? А откуда ты знаешь, что не 48-го? Мне их четыре раза в шнапак презентовали. И ты-ты в порядке, Маш. Я да. И да, они ещё не подошли, мне уже два раза прилетело. И чё ты за панику поднял? Какую ещё панику? Вот это, отче наш, ежесинный, небесинный, светится, емко. Да ладно, череп, зато мы их главному нормально отвалили. Да, по три косаря срыла, это прямо нормально. Ладно, пошли. На дискотеку! Друзья, вы знаете, и вот в завершении хотелось бы сказать. Раньше я часто пил, курил, ругался матом и не ночевал дома. Но потом я приехал на первый слёт атомчиков и понял, что я такой, не один. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Это всего лишь начало выступления команды Крым из города Сваленска. И вот, идиот! Это, это не финал, друзья. Просто дело в том, что, вы знаете, всегда КВН, он ведь разный. И вот сейчас, можно сказать, мы с вами немного познакомились. Это был формат приветствия. Ещё раз аплодисменты команды КВН, где вот идёт. Есть такой специальный конкурс. Конкурс называется «Биатлон», где читают интересные текстовые шутки. И прямо сейчас, под ваши бурные аплодисменты, мы приглашаем сюда на сцену два символа нашей команды, два друга и при этом два таких молодёжных персонажа Черепа и «Жигуля». Жена на эту сцену. Вы знаете, мы часто ездим по разным городам, и у нас есть такое вот негласное правило, кто победит «Биатлон», тот, собственно, и героем маршрутки сегодня является. Сейчас нам надо с помощью ваших рук, ваших аплодисментов определить, какие шутки будут интереснее, какие выстрелы будут более точнее. В общем, мы начинаем «Биатлон» с «Черепом» и «Жигулем». Я думаю, что начнёт, наверное, Максим, он же «Череп». Давайте, подержите его. Первые два выстрела. В смоленских школах так. Если трудовиков из руком бросают пить, то школа автоматически приобретает статус гимназии. Пока в Смоленске всего две гимназии, а по пятницам вообще ни одной. Так, это первый выстрел. Ну что, нельзя сказать, что первый в литком. Продолжаем. Давай второй сразу же. Стриптизёр Женатька из Смоленского ночного клуба, исполняя приватный танец, не удержалась и отхлебнула у клиента борща. Так, ну, на огневой рубеж выходит Михаил, он же «Жигуль». Давайте его поаплодируем, он очень нервничает. Давай. Стрелять, да? Вчера ящик водки напал на двух атомщиков, возвращавшихся с работы, отобрал у них всю зарплату. Максим про Смоленский больше про атомщиков. Давай вторую. Дальше. На заводе по производству клея момент стигнации, ретрадужная, позитивная атмосфера. Вот это заявка, это уже ближе к десятке. Это был всего первый раунд, у нас три раунда. Давайте продолжим с Максимом Черепом. Поехали, еще два выстрела. Сбылось. У города Мухасранск появился свой герб. Причем там все так правильно нарисовано, что даже название писать не стали. Не стесняю себя, аплодируем. В общем, второй выстрел на втором этапе. Работник крематория чихнул на работе, теперь не знает кто, где. Так, давайте следующий, второй этап, и два выстрела от «Жигуля». Поехали. На прилавках «Обнинска» появилась новая минеральная вода, утреннее западло. Утреннее западло открывается штопором. Второй выстрел лишь. Второй. Из личного. Вчера купил себе просроченные пельмени, минус налицо. Ну а есть и плюсы, дочитал войну и мир. Так, ну и есть, чтобы, наверное, снять все вопросы о победителе сегодняшнего биатлона. Давайте последние две шутки от каждого. Поехали, Максим, начинай. Пока Никита Джигурда под окнами роддома спрашивал у жены «Кто?» Родил еще две женщины, чуть не родил главврач. Так, ну и давай контрольный финальный выстрел. Вчера на Ленинградской АЭС сорвало клапан подачи голодной воды, после чего сорвало клапан у всего техперсонала станции. Как же опасно на Ленинградской АЭС. Давай, Миш, последние два выстрела. Вчера у начальника Обнинского РУВД угнали автомобиль. Но он не сильно расстроился. А что, как пришла, так и ушла. Миш, и специально последняя шутка вот для тех людей в камуфлежной костюме. Хорошо, ребят, на вас работаю. Уникальный случай. В Подмосковье женщина вскормила лося грудью. Через неделю он пришел с другом. Как вам? Нормально? Нормально. Они уже лежат, я тебе так скажу. Я только еду в город, вы понимаете. Дорогие друзья, ну, собственно, сейчас мы должны было определить по вашим аплодисментам, кто сегодня, поверьте, для нас это очень важно, особенно важно для этих людей, кто победил в этом сегодняшнем биатлоне. Если вы считаете, что победил, и шутки Максима были смешнее, аплодируем прямо сейчас. Череп Максим. Если вы считаете, что все-таки сегодня смешнее были шутки Михаила или Жигуля, аплодируйте сейчас. И приз бананового кроссовка сегодня уходит прямо для Жигуля. Под ваши бурные аплодисменты, Миша, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, не устали, друзья? Паплодируйте экономикам и медведям! АПЛОДИСМЕНТЫ Аккуратизованная преступная группировка. Давайте посмотрим в обычное отделение Смоленского Сбербанка. Здравствуйте, девушка. Сколько с меня по квитанции? Всем стоять от ограбления! Сейчас как застрелю из пальцев. Ну-ка на пол! На пол! Лёха, здорово! Здорово! Ты где был? В магазин за пакетом бегал. Идиот! Так, всё, давай, собираем бабки. Ага, почём скидываемся? Ты дебил! Иди на кассу, собирай деньги! Женщина, извините, есть какая денежка? Парни, парни! А что делать, если тачка не заводится? Толкни её, водитель хренов! А, сейчас, да-да-да. Чё ты мямлишь, дама? Слышь ты, а где дрозд? Откуда я знаю? Опаздывает, наверное. Ничего я не опаздываю! Я вообще-то самый первый пришёл! А чё ты лежишь? Ну ты крикнул всем лежать! Я и лёг! Пацаны! 15 тысяч! Что 15 тысяч? Ну тачку толкнул за 15 тысяч. Так я чего-нибудь я не видел! Так, ты давай, вставай! Ты давай, собирай деньги! Чем стоять? Никому не двигаться! Смоленская милиция! Парни, шухер, менты! А вы уже в курсе, да? Вы знаете, у нас, на самом деле, очень много миниатюр именно про полицейских после реформы, которая произошла в органах внутренних дел. Специально, да? Пристёгнуто? Ну, естественно, как же? Огнетушитель? Вот он, всё, под сиденьем, всё хорошо. Так, ну-ка, дыхни! Как стекло! Что такое Новый Год? Это всё наоборот. Белка не растёт, белка не растёт. Да на ты, держи! Счастливо будет! Абсолютно, в сердце, в падении, абсолютно случайно, сразу поверьте. Друзья, я думаю, все знают прекрасно такую ситуацию. Родители всегда же очень переживают, когда их ребёнок впервые решает отметить какой-то праздник вне дома. Итак, смотрим. Мам, пап, ну чё вы стали? Идите. Сынок, может тебе с собой котлеток положить? Мам, там еды будут целые столы. А девочки там будут? Будут, там девочек ещё больше, чем мальчиков. Может, тебя папа отвезёт? Мам, ну тут идти до соседнего дома. Ну хотя бы шампанское со стола возьми. Мам, там еда, шампанское, девочки, всего навалом идите. Пойдём, отец. Возьми меня с собой. Вы знаете, вот в Смоленске очень популярное средство передвижения – это такси. А самое сложное для любого таксиста – это ночная смена. Вечер, 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 вечерок. Подожди, подожди. Шеф, давай огони в роддом, у меня жена рожает. Поехали. Да-да-да. Чш, база, я до роддома прокачусь. Чш. Чш, семёрочки, будь осторожнее, на Ленина стоят. Кто бы ты думал, менты. Мужики на улице ментов столько, такое ощущение, что у них ментовка сгорела. А давайте я радио лучше включу, когда я… В шикарном платье рыдаешь ты, меня увозят в звезду менты. А наш участковый – ментовская рожа. А сейчас давайте я другую радиостанцию просто настрою, и всё, поедем на панель. Анекдот. Почему менты ходят потры? Потому что… Сейчас, 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 другую настрою, просто. Новость часа. Сегодня на МКАДе перевернулся мусоровоз. В тишине поедем. Да. Ура! Чш, семёрочки. Чш, семёрочки. Шэм, спасибо, пока. Чш, семёрочки, чего молчишь? Чш, не поверишь, походу мент родился. Теперь давайте все вместе перенесёмся в специализированный магазин по продаже алкогольной продукции. Здравствуйте. Здравствуйте, я могу вам что-то помочь? Да, знаете, у меня у девушки сегодня день рождения, вот хотела какую-нибудь бутылочку элитного алкоголя подобрать. Как интересно. Скажите, как девушка зовут? Кристина. Кристина, давайте, у меня есть такое предложение, вы купите Кристине бутылочку элитного, дорогого шампанского Кристал. Кристал, Кристина, очень символично. Да, это вы выдумщик. Да, ну давайте, берите, пожалуйста, проходите, оплачивайте, 12,5 тысяч рублей. А вы знаете, я её Кристине редко называю, там всё чаще Монастырская изба, Букет Молдавия. Я думаю, что все парни со мной согласятся, что любой пятничный вечер в мужской компании выглядит именно так. Парни, 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 ну не пропадай же, пятница, надо девчонкам звонить. Да, всё, всё, я Оленке звоню. Алё, Олен, привет, это Максим. Да, ну что ты делаешь? Придёшь к нам сегодня? И подруг пусть с собой возьмёт. А, слушай, подруг возьми. Сколько? Четыре! Ты офигел? Четыре! А тебе сколько? Пять! Пять! Давненько. Да, Алё, Лена, девять. Не придёшь? А подруги придут! А, слушай, а подруги придут? Трубку положила водка, за. Ладно, ничего страшного, я Ольке на домашний звоню. Давай, давай, давай. Алё, Оль, привет, это Ма... А, это не Оля, это Катя. А Оля где? На дискотеку пошла? А она что делает? А, слушай, а ты что делаешь? Природоведение? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Слушай, Макс, моя звонит на, скажи ей что-нибудь. Что я скажу? Я не знаю, расскажи. Что я скажу? Да, Алё, Лют, привет. Привет, да, да, привет, да, 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 его, нет, он уехал спать, да, 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 а, палец вниз, а, нет, 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 а, телефон вот здесь оставил, да, вот так хорошо, так прям нормально, да, что, не, а мы щекастым сидим, пивас с кривитулями давим, к нам хочешь приехать? Давай. Что? А сейчас представьте следующую ситуацию. Отец впервые рассказал своему сыну матерный анекдот. Офигел. Во, а будешь себя хорошо вести, я тебе второй расскажу. Сынок, иди на кухню, я тебе два килограмма зефира купила. Ох, миха, да, 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 иди, о-о-о-о. Сомнитесь, в последнее время стало очень модно отдыхать где-нибудь за границей, и, например, в теплых краях. Итак, представьте, лето, море, Турция, пляж. О-о-о, о-о-о, здравствуй, Турция, е-мое, оба-на, ай да с нами гулять, славяне! Чего хотят эти русские? Мне кажется, они хотят забрать твой лежак. Слушай, это же эти немцы. Какие немцы? Ну, эти, данкишен, битышен, баваришен, сосисочный. Немцы. Рамштайн, Смейстагер, Голл. Чего они с ними запишали? Ленша, пожалуйста, я тебе говорю. Давай я с ними поговорю. Не надо, второй раз того света, я тебя не вытащу. И, по-моему, на них твои сланцы. Я сейчас с ними по-английски поговорю. Хеллоу! Класс. Я и мой друг, мы летим на... Как там самолет? Северный? Хрененов. Витэйр. Что он сказал? Я не понимаю по-русски. Тогда давай я поговорю с ними по-английски. Извините, сэр. Мы здесь празднуем нашим инвесторам. Пожалуйста, не будьте славы, хорошо? Пожалуйста. Пожалуйста. Короче, нихрена они по-английски не понимают. На пляж! Сойдем на пляж! Смотри, они отобрали у полицейского мопед. Я один из самых интересных. Да, эту страну не победить. Я один из самых интересных. Да, мамуль, хорошо. Где эта псина? Какая псина? Которая воет, тут у вас уже два хода. Это не псина, а мой мальчик. А, это ты, пузырь, а ну иди сюда. Так, 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 я не поняла, какие претензии. Шо вы ему там такое крутите, шо он так воет? Мой мальчик занимается музыкой. А не курит и не пьет по подъездам, как другие ребята. Так давайте я возьмусь за вашего мальчика. Я вообще как возьмусь? Послушайте, если этот бегевод будет меня нервировать, я ментов вызову. А вызывайте. Неудачный блеф. Давайте так. Вы мне отдайте самого пузыря, я вам вашу дрель. Да вы с ума сошли, у меня мальчик один на миллион. Он когда поедет, уже стаканы лопаются. Женщина, какие стаканы, шо вы мне голову пудрите. Ванечка, исполни, пожалуйста. Через вселенную я к ней летел. Я здесь. Ты ж сказала, только стаканы. Ванечка, бежим. Здравия, друзья, аплодисменты. Прямо сейчас давайте практически уже скоро заказ вспомним наше детство и школу. Перенесемся в самый обычный школьный кабинет. В класс заходит учительница. Ребята, ребята, вы уроки сделали? Ты выпускной класс, что делать, дурак, что ли? Тихо. Дети, здравствуйте. У меня сегодня пропал голос, поэтому сразу пишем контрольную работу. Задали на доске, пишем. Мария Ивановна, у меня одинарного листка хватит. Хватит. Мария Ивановна, а можно черной ручкой писать? Можно. А красной? И красной. Мария Ивановна, а подпулять четыре клеточки отводить или пять? Да хоть двадцать отводи! Иванов, хватит ли тебе одинарного листка? Да тебе, дебилу, одинарного листка до конца четверти хватит. Сидоров, у тебя ручки нету. У тебя отец на Феррари ездит, он тебе ручку купить не может. Сидоров такой приходит в магазин и говорит. Здравствуйте, отдайте мне, пожалуйста, мартини сто пятьдесят литров. Икры черные килограмм сто. А ручку взять не хотите? Нет, на хрена мне ручка! Я мартини писать буду, я выкру, палец ставлю и циферки начну выводить. Так? Я ответил на ваши вопросы. Пишем дальше, седые дети. Мария Ивановна, можно выйти? Под себя сходи! Дорогие друзья, прямо сейчас в подарок для вас наша эксклюзивная миниатюра. Вы знаете, если честно, я думаю, все в детстве мечтали хорошо научиться танцевать. Но для этого некоторым приходилось записываться в специальные школы танцев. Итак, представьте, мама приводит своего ребенка в школу балета. Так, Нина, Нина, стараемся, давайте, я сейчас покурю и вернусь. Кристина, носочек тяни. Раз, два, молодец. Все же, ща, ща косички вырву. Стараемся, да. Раз, два. Здрасте. Да, здравствуйте. Это балетная школа? Да, я просто покурить вышла. А я к вам сыну улю своего привела, Сереженьку. И где же он? Вот же он. А-а-а, никак не могу привыкнуть. Девочки! Мужчина, вы куда? Сережа, фу! Фу, я сказала. Простите, чего вы хотите? Мы хотим научиться танцевать балет. Расскажите, а сколько лет мальчику? Сорок три. Ну зато очень талантливый мальчик. До трех утра на дискотеке танцевать может. Ну давайте посмотрим вашего мальчика. Не-не-не-не-не, Сережа, это другие дяди, успокойся. Напомните, что вы хотите? Танцевать балет. Ну это дорогое удовольствие. Вы знаете, деньги-брызги, просто делайте свое дело. Мужчина, можно вас сюда? Что он делает? Это он прошлой весной под лед провалился. С тех пор такой аккуратный стал. Давайте начнем с элементарного. Я вам показываю, а вы повторяйте. Хорошо? Ну начнем с простого. Фу-те и... Раз... Ой, не надо ваших фу-те. Сережа только покушал, а у вас полы чистые. Я вас умоляю. Ну хорошо, давайте просто тянем носочек. Просто носочек. И... Раз... Раз... Женщина, послушайте. Вы понимаете, чтобы заниматься балетом, необходимо как минимум растяжку иметь. Вы знаете, у нас дед на войне такие растяжки ставил. Зайцы в Польше до сих пор до неба взлетают. Послушайте, а почему вы к нам пришли? Вот отдали бы куда-нибудь в другую кружок и... В лыжу, например. Вы знаете, мы пробовали. Он так же палки в ноги втыкает и ходит. Ну хорошо, менее травматичный вид спорта. Шахматы! Сережа, Трогайте. Чувствуете, это ферзь. Послушайте, а... Что он делает? Это у него генетическая весть, дедушку. Тот так же на войне в траншею сядет, мину откопает и давай по танкам стрелять. И тут в какую сторону дед повернется, на то и перевес. Женщина, послушайте, у нас постановка «Лебединое озеро». И кого он, по-вашему, у нас будет играть? Сережа. Сережа-камень. Сережа-камыш. Сережа-лебедь. Куда он? Норку. Весь в отца. Тот коней воровал, этот лебедей. Женщина, послушайте, а вы знаете, это мне уже даже не смешно. Простите, мне кажется, это у вас. Что он делает? Думает. Или писит. А нет, все-таки думает. Придумал что-то, наверное. Женщина, послушайте, я не могу взять вашего сына. Он абсолютно неуправляемый. Ну вот что вы такое говорите? Ну вот в крайнем случае возьмите флейту. Но я не умею играть. А играть и не надо. Сережа. Деньги-брызги. 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 Знаете, друзья, вот и в конце хотелось бы сказать. Сегодня здесь представлено огромное количество городов. Да? Да! Вот. И вы знаете, вот мы хотели бы всех, абсолютно вас всех пригласить в наш город Герой Смоленск. Вы были. Вот. Друзья. Ведь это старый, древний, русский, красивый город, который издревле славится своей академической греблей. У нас отгребали такие люди, как Гитлер, Наполеон, Шатуноу два раза. Друзья, приезжайте с Валенск. Приезжайте и не думайте. Только приезжайте днем. Деньги-брызги. 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 Ну-ка. Новый свет в свете нам увидеть предстоит. И готовы мы всегда свое тепло дарить. Но из всех, кто свечи городов, нам белее всех, конечно. Эй! Мой новый город. Забери меня в себе. Мой новый город. Подарите новый мир, мой новый город. Я вновь там тебя. Мой новый город. Я люблю тебя. Миби-брызгай, горы, 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 горы. Моей! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ